Агенты Путина Агенты Путина Агенты Путина Агенты Путина Агенты Путина Агенты 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 пропаганду, потому что экономический и здравый смысл толкает даже словацких националистов к сотрудничеству с Россией. Кстати, спикер парламента Словакии по совместительству еще и глава крупнейшей словацко-националистической партии. Так что его слова о желательности дружбы между славянскими народами — это не дань вежливости, а осознанная политическая позиция. Скоро в словацком парламенте пройдет голосование по вопросу признания Крыма российским. Я смотрю на вещи реалистичные и по моим расчетам вряд ли у сторонников этой позиции хватит голосов на то, чтобы принять это решение. Однако нельзя не признать, что это очень хороший знак. Причем знак хороший не столько для России, сколько для самой Европы. Я не считаю, что мы должны добиваться признания Крыма любой ценой. Нам это не слишком сильно надо. И уж тем более ради этого не стоит идти на какие-то серьезные уступки. Но вот для самой Европы, для каждой европейской страны, крымский вопрос — это такой экзамен на самостоятельность и тест воли. Судя по ситуации в Словакии, там у нас есть потенциальные партнеры для диалога и сотрудничества. Мне жаль, что из-за руководства Украины пострадает Словакия. Дело в том, что после запуска Северного потока-2 Словакия лишится определенной части своих доходов за транзит российского газа в Европу. Газпром там может частично что-то компенсировать, но понятно, что былых доходов уже точно не будет. Тут ничего не поделаешь. Во всем виновата география и Украина. Хорошо, что в Словакии есть умные политики, которые понимают, что Россия это делает не из вредности или из желания насолить Братиславия, просто у нас выхода другого нет. А вот по множеству других экономических вопросов мы вполне можем очень хорошо сотрудничать. Если умные словацкие политики и дальше будут наводить мосты с Москвой, то рано или поздно это материализуется в конкретные контракты и способы совместного заработка. Санкции официально вряд ли будут отменены в обозреваемом будущем, но их можно по-европейски прагматично игнорировать, чем уже занимаются многие европейские компании. Ну и последнее. Как видите, российская межпарламентская дипломатия, над развитием которой так активно трудится спикер Вячеслав Володин, уже работает и приносит первые реальные плоды. Я абсолютно уверен, что эту работу нужно продолжать и дальше. Чем больше у нас будет союзников европейской политики, тем лучше мы сможем продвигать наши национальные интересы.